Пасху 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 Пасхальную службу посетили сотни человек. Многие приходили с семьями. Это духовный праздник, соответственно. Это радость вообще. Тем более сейчас, в нынешнее время, это очень серьезно, к этому надо относиться, именно к духовной силе, к духовному состоянию. Я хочу, чтобы все было хорошо в жизни и в семье. Александр и Наталья Лескины ежегодно встречают великий праздник в храме – посещение ночной службы, их семейная традиция. С праздником Христового Воскресения всех христиан, всем счастья, здоровья. Хотелось бы поздравить всех христиан с таким великолепным праздником Христового Воскресения. Желать им здоровья. Богослужение продолжилось пасхальной литургией, во время которой священнослужители читали Евангелие о Воскресении. Вместе с праздником наступила и самая торжественная для верующих неделя в году. На протяжении всей Светлой Седмицы принято ходить в гости, обмениваться подарками и прославлять Спасителя. Наталья Буслаева, Алексей Астафоров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Торжественные службы прошли в 24 храмах нашего округа. Каждое богослужение началось с праздничного крестного хода, который традиционно совершается в полночь и предваряет пасхальную утреннюю. На литургии вместе с прихожанами присутствовал и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Раченко. Вместе с семьей он посетил пасхальное богослужение в церкви преподобного Иосифа Володского и поздравил жителей нашего округа со светлым праздником. Каждый православный верит в эту доброту и правду, которая позволяет спасти душу человеческую, как и, собственно, говорит наш Господь Бог. Я от всей души хочу пожелать всем любви, доброты к ближнему и всех православных Христос в воскресе. На кануне светлого праздника состоялось освящение традиционных символов Пасхи. В Никольском храме села Ермулина прошла благотворительная акция по освящению куличей для передачи в социальные учреждения. Благодаря волонтерам праздник пришел каждому. Страстная неделя традиционно считается временем для благотворительности и совершения добрых дел. В муниципалитете было положено начало для ежегодной акции вручения освященных символов Пасхи для социальных организаций Ленинского округа. Добрые люди, благотворители принесли куличи и Пасхи для людей, которые не могут прийти в храм с ограниченными возможностями. Мы их будем освящать и затем уже передадим всем людям, которые не могут прийти в храм в эти дни. И таким образом мы их поддержим и они получат утешение. Традиции совершения добрых дел на Пасху в Ленинском округе больше пяти лет. Инициатором стал волонтер Андрей Макалкин. Своими усилиями он закупает пасхальные угощения, привозит в храм на освящение, а позже передает нуждающимся. В добром деле его поддерживает семья. Все покупаю, соответственно, потом прошу, чтобы яйца помогли покрасить, потому что их очень большое количество, все это делаем вручную. Со мной сейчас и дочка, и внучка, которые помогают. Также помогли сегодня освящать и красить яйца. В этом году Андрей закупил 200 куличей и 600 яиц, которые были отправлены в Совет ветеранов, Общество диабетиков, Общество слепых и в инклюзивный клуб «Дорога в жизнь». Мы очень рады, когда у нас появляются вот такие неравнодушные жители, которые действительно готовы безвозмездно оказать помощь вот самым-самым-самым. И вот это действительно дар, который получают наши граждане от таких обычных людей. И это здорово. После освящения пасхальные яйца и куличи были отведены в Центр социального обслуживания «Домодедовский» и переданы общественным организациям. Благотворительность, она как-то поднимает что-то какое-то, что чувствует, что тебя что-то помнит, тебя забот какой-то проявляет. Что не все мы вот как бы нас откинули, боже, это старшее поколение. А мы еще вот как-то, ну, нужно и помнят нас. Спасибо им большое. Это очень радостное событие. Мы сегодня, вот, вы знаете, настолько эмоционально все. Мы в детство окунулись. Мы, например, я очень счастлива, что нам такое вот внимание выделяют. Благодаря неравнодушным жителям округа и волонтерам праздник Пасхи пришел в каждый дом. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Престольный праздник отметили в Георгиевском храме города Видное. Здесь, в день памяти святого великомученика Георгия Побиноносца, архиепископ Подольский Люберецкий акси совершил божественную литургию. 6 мая для многих жителей не только видного, но и всего Ленинского округа день особый. В Георгиевском храме собирается церковный приход и прихожане других храмов для совместной молитвы. Визит архиепископа Подольского и Люберецкого акси, который возглавил божественную литургию, уже стал доброй традицией. Песня «Божественная литургию» Разделить радость молитвы, что также соблюдается на протяжении многих лет, пришли представители руководства округа, главе муниципалитета Станиславу Каторву, а в его лице и всем жителям архиепископ Подольский и Люберецкий аксий по окончании литургии преподнес символичный подарок. Традиционное фасхальное яйцо с пожеланием Божьей помощи, щедрой, неосподевающей и доброго здравия. Спасибо, Господи. Всех вас благодарю за службу, за молитву, за родных отцов благочинных, всех прихожан, певчик наших. Христос воскресе! Боистос воскресе! Боистос воскресе! История Георгиевского храма города Видное ведется с 2007 года. Прихожане и духовенство активно участвуют в общественной жизни округа, ведут просветительскую и гуманитарную деятельность, а сам храм является символом победы русского оружия. Вот этот прекрасный храм, замечательный, воздвигнутый рядом с поклонным, памятным, мемориальным местом, с Аллеей Славы, конечно же, является явным и очень ярким свидетельством того, что в наших сердцах, в сердцах христиан, да и вообще людей 21 века, этот день, День Победы чтится, воспоминается, и с великой и большой благодарностью, с низким поклоном, мы обращаемся ко всем тем, кто приблизил этот день. Еще одна важная традиция. Представители духовенства вместе с жителями Ленинского округа возлагают цветы к вечному огню на Аллее Славы. В наше время, когда уже внуки победителей Великой Отечественной войны вновь защищают рубежи Родины, престольный праздник Георгиевского храма наполняется особым смыслом. В честь празднования святого великомученика Георгия Победоносца сегодня, в этот день, мы вспоминаем его духовный подвиг, ну и также мы молимся о скорой победе, молимся о скором возвращении наших воинов, в добром здравии с твоим семьям. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. День добрых дел прошел в Ленинском округе. В рамках масштабного мероприятия в разных уголках муниципалитета были организованы акции по уборке территорий и высадке деревьев. Солнечный бульвар, центральная автомобильная артерия ЖК Государев Дом. Именно здесь, в рамках Дня добрых дел, ученики Лопатинской школы, представители территориального отдела Видное Расторгуева и сотрудники МБУ благоустройства высадили новые деревца. Как отмечают участники, основная движущая сила мероприятия – школьники. С удовольствием копают, присыпают, сажают. В общем-то, это очень здорово. Мы, можно так сказать, поприсутствовали, а вот школьники сделали всю основную работу. Всего за полчаса полоса, разделяющая транспортные потоки на Солнечном бульваре, преобразилась. Впрочем, ничего удивительного. Многие участники акции – опытные садоводы. Я выросла в деревне и приходилось почти помогать бабушке. Посаживать деревья, пересаживать цветки из горшка в огород, скажем так. Так что опыт, думаю, есть. ЖК «Государев дом» зеленым не назовешь, а потому появление здесь сразу 40 лип местные жители приняли с воодушевлением и благодарностью. Но, как говорится, есть над чем поработать. Здесь действительно у нас не хватало деревьев. Жители рады тому, что нам сажают деревья, липы. Надеемся, что и в дальнейшем здесь установят ограждение. Зимой данный газон заснежен. Думают водители, что здесь площадка для стоянки транспортных средств. Она не огорожена никаким ограждением. И после одного-двух случаев парковки все это превращается в стихийную автостоянку. Здесь не хватает пешеходного ограждения. Будем надеяться, что просьба местных жителей будет услышана и в скором времени этот кусочек земли приобретет законченный внешний вид. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнар Балаева. Видное ТВ. В досуговом центре «Мечта» провели мастер-класс для детей по изготовлению поздравительных открыток для ветеранов. Подробности у нашего корреспондента Юлии Стаферовой. Приближается великий праздник, День Победы. Поздравить ветеранов можно не только букетом цветов, но и открыткой с теплыми словами, написанными от руки. Особо трогательно выглядят подделки, которые сделаны детьми. В досуговом клубе «Мечта» ребята изготовили поздравительную открытку в технике «Декупаж». Это вырезание ажурного изображения из бумаги. Мастерство преподает Екатерина Андреева. Декупаж – это вообще техника изначально произошла из Франции, но сейчас мы упростили, даже не то, что упростили, а наоборот расширили. И используем все различные подделки. Это работа с салфетками, с бумагой, с цветной бумагой, с картоном. Свои открытки дети украсили не только вырезанными разноцветными элементами, но и георгиевской ленточкой, которая прекрасно дополнила композицию. В каждый цветок, в каждую подделку было вложено много теплоты и заботы. Я написала, чтобы ветераны всегда оставались, ну, всегда были здоровыми, всегда были бодрыми, позитивными. Хочу поздравить с предстоящим праздником, 9 мая, пожелать счастья, здоровья. Посещая досуговый клуб «Мечта», школьники получают много положительных эмоций. Благодаря занятиям развивается мелкая моторика и фантазия. Поздравительные открытки будут переданы ветеранам. Юлия Астафёрова, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Видно в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из МВД России по Ленинскому городскому округу при поддержке Росгвардии задержали ранее судимого за незаконное хранение оружия и боеприпасов 30-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. В квартире сожительницы злоумышленника полицейские изъяли три предмета, конструктивно схожих с карабином «Сайга», пистолетами «Глок» и «Беретта», 270 патронов различного калибра, три магазина, прибор бесшумной стрельбы, а также другие части оружия. По результатам баллистических исследований, изъятые пистолеты и карабин являются огнестрельным оружием. Боеприпасы пригодны для выстрелов, оглушитель изготовлен самодельным способом. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok